Добрый-добрый вечер, дорогие родичи! Какое очарование вокруг! Осень! Это такое благостное время на Руси, оно очень тихое, оно очень роскошное. И одновременно очень душевное. Осень, русская осень, это поэма, которая пишется солнышком каждый день. Самый яркий праздник – это большой и малый осень. Собственно говоря, дни осеннего равноденствия являются важной вехой на пути Земли вокруг Солнца. Мы с вами входим в самую темную половину года, для того, чтобы на Коляду родился юный Божич нового времени. И осень, он взаимосвязан напрямую еще и с весной, потому что что посеешь, что пожнешь, что пожнешь, что посеешь. Мы с вами находимся вечером. На вечере года. Это вечер года. А вечером мы успокаиваемся, размышляем, что было в течение дня. Поэтому осенний праздник, он носит еще одно имя прекрасное – осенины. Он осеняет нас мудростью. И так же, как красиво вокруг и небо лазурное, и листва, то есть осень примеряет очень красивые наряды. Она добротная, мудрая женщина, которая ведет свое хозяйство справно. И поэтому спрашивает у нас, все ли мы правильно сделали в этом году. Мы получаем уроки. И мы благодарим Матушку-Землю за тот урожай, который она нам явила, который нам подарила. Это очень важно – уметь благодарить. Потому что вор, кто дары принимает, не возвращает дарами. Знаете, в народе всегда очень просто смотрится. Вот пришли к вам люди, если они в дом ничего не принесли, вы уже задумайтесь немножечко. Значит, с чезростью у этих людей плоховато. Я уже не говорю о каких-то вариантах Западной Европы, где уже давно не праздники Апатии. Все собрались в своих пакетиках, и так вот по уголочкам все каждый ест. У нас осень – это братщина. Потому что пора любви – это осень. Начинаются свадебки после покрова. То есть это удивительное совершенно время объединения людей. И поэтому я всех приглашаю к нам в Колосвет на праздник Бороса, на праздник урожая. На время осенин матушки Мокоши, которую мы благодарим за урожай. Мы подводим итоги и размышляем. Это время мудрости. Потому что у огня мы заведем хоровод, в котором наберемся тепла на всю долгую-долгую зиму. И еще здорово. У нас будет самая мощная капустка. Потому что осень – это дарит капустка, которая исполняет желания. Вы знаете, мне уже пишет человек. Я, говорит, вот в капустке загадал желание, у меня появился урожай. Я прислал даже фотографию. Главное, я всегда говорю, чтобы наши желания были в воле неба. Потому что наше желание – твоя воля. Владыка так говорили на Руси. Ибо воля вселенной, как уже написал в научной работе Константин Эдуардович Циолковский, Она радостна, она несет свет и любовь. Приглашаю на праздник света. Приглашаю вас в благоуханную деревню, где сейчас все насыщено красками. Где все полно тишины. И вы сможете услышать себя. А услышите себя? Услышите сердце. А услышите сердце – значит, поймете солнышко. И ветер принесет вам весточки о будущем. Матушка Мокош уже делает заготовки полотна судьбы на будущее. Поэтому мы благодарим и богинь судьбы, и обряды у нас будут обережные. А какие у нас игры будут волшебные. И все у нас будет красиво, как всегда, на Руси осень. И, конечно же, звоните Вере Павловне. Вера Павловна вам все расскажет. Она очень любит говорить и по телефону, и ВКонтакте сидит. Она у нас такой воин света онлайн. Поэтому она в свой объем всех принимает. А мы вас и накормим, и чайком напоим, и сказочку расскажем. А самое главное – мы будем все вместе. Овсень, Хорос, Колосвет. Ура! О, кошмарь и света, земля изначально, земля рожаница, свята Родина.